Говорим далее с Андресом Умландом, немецким политологом. Андрес, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо и вам, что нашли время к нам присоединиться. Вот говоря о том, как Макрон, по сути, стал таким вот локомотивом, что называется, вот этого вот такого прогрессивного движения в помощь Украине именно в отношении отправки войск, может ли его позиция вот такая вот уже немножко повлияла на уже и на Финляндию, может ли повлиять на каких-то таких более скептически настроенных лидеров стран Европы. Вот сразу вспоминается Шольц в том контексте, что вот он в последний раз сказал, что не будет предоставлять Тауруса Украине, потому что для этого нужно, чтобы немецкие военные находились в Украине, ну для того, чтобы эти ракеты полностью функционировали так, как они должны функционировать, а вот как раз на отправку своих немецких военных в Украину он пойти не может, по крайней мере пока. Вот, кстати, Макрон с Шольцем недавно виделись во время встречи в Берлине в рамках Ваймарского треугольника, возможно, между ними там тоже произошел разговор и какой-то такой момент переубеждения, возможно, имелся, что, мол, все-таки повлиять каким-то образом мог Макрон на того же Шольца и других лидеров других стран. Ну, эти разногласия можно интерпретировать просто как выражение разных стратегических культур этих стран, Франции, Германии, Польши, которые имели разные прошлые, и поэтому на сегодняшний день по-разному смотрят. Ну, и они, эти лидеры, они выражают в чем-то и просто настроение в обществах. Поэтому тут, ну, вот эти атаки, которые сейчас есть на Шольца, они, конечно, частично оправданы, но Шольц тут тоже вот этой своей осторожностью, как он это видит, он просто выражает гражданские настроения в обществе. И там, к сожалению, такое вот более осторожное или более сдержанное, или, можно сказать, трусливое, трусливый подход к этому всего, который означает, что, вот, скажем, то, что войска немецкие могли бы на территории Украины быть, не обсуждается, тогда как другие страны готовы это обсуждать и готовы тоже по-другому коммуницировать про все это. Тут тоже в коммуникации есть большая разница. Шольц скорее высказывает ограничения, которые Германия сама на себе накладывает. А такие люди, как Макрон, они скорее хотят оставить некую непонятность, амбивалентность в ситуации, чтобы не раскрыть все возможности и все видения. Я не думаю, что это можно как-то, что тут будет быстрое объединение позиций. Я боюсь, что вот страны, они все-таки останутся при своих подходах. И если будут какие-то новые шаги, это скорее будут такие коалиции желающих, а не объединенная позиция всего Европейского Союза или всего Североатлантического Альянса. Относительно поддержки Макрона, с чем связана, по-вашему, такая активная его позиция, риторика в вопросе отправки французских войск в Украину? Что стало стимулом, что подтолкнуло даже начать этот разговор? Мне кажется, это лучше кого-то во Франции спросить. Я так подозреваю, что просто Макрон со временем все лучше понимает этот конфликт. Он как бы раньше был в этой традиционной пророссийской, французской позиции. Видимо, тоже имел соответствующие советники, которые продолжали эту более старую пророссийскую и французскую позицию. И за последние два года он многое чего увидел, и он тоже разочаровался в Путине. Он имел с ним какой-то диалог, который ни к чему не привел. И он эволюционирует. Он тоже молодой политик относительно, который готов как-то менять позицию. И теперь действительно стал, особенно в континентальной Западной Европе, по крайней мере, риторическим лидером. И во многом просто выражает то, что в Средневосточной Европе, в Центрально-Восточной Европе уже раньше политики говорили. Он теперь говорит вот с этой западноевропейской континентальной позиции, что радует, потому что это упраздняет как бы этот старый разрыв между, с одной стороны, Центрально-Восточной Европейской, Скандинавской, Британской позицией, а с другой стороны, позиция вот континентальной Западной Европы. И что Макрон теперь вот эти все вопросы поднимает, это полезно. Как вы считаете, может ли расшириться круг этой поддержки и такой именно идеи Макрона? За счет кого? Вот Финляндия, в принципе, так довольно позитивно отреагировала на это. Возможно, кто-нибудь еще присоединится. Будет ли какая-то вот такая еще коалиция именно вот касательно этой идеи Макрона вот по поводу войск в Украине? Ну, Финляндия уже раньше имела такую позицию, которая была ближе, вот скажем, к украинской, к польской, к эстонской позиции. Это меня не очень удивляет. Теперь стоит вот посмотреть и ожидать, как вот это будет влиять, вот эта позиция Макрона, на такие страны, как Бельгия, Италия, Испания, Португалия и так далее. Может, там тоже будут как бы новые подходы. Тут нужно тоже еще сказать, что иногда риторика, она не совсем соответствует реальности. И, ну вот, скажем, немецкая риторика, она менее как бы приятная для, может быть, или менее соответствует, скажем, украинским интересам, но материальная поддержка Германии выше, чем у, скажем, Франции. Ну, это такой, увы, медленный процесс как бы сближения вот этих позиций и трансформации старых видений Восточной Европы, которая сейчас получила вот этот процесс, получил толчок. И даже вот Марин Ле Пен, как бы конкурентка Макрона, она теперь сделала такое, в общем-то, удивительно проукраинское высказывание. И если посмотреть на ее долгие отношения с Россией, с Путиным, ну, можно только надеяться, что это вот действительно будет вот этот поворот Макрона толчком для того, что будет более объединенная общая европейская позиция. И вот этот старый разрыв между континентальной Западной Европой, с одной стороны, и вот скандинавцами, центрально-восточно-европейцами, и британцами он уйдет. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что разговоры на Западе о возможной отправке войск в Украину свидетельствуют об, цитирую, абсолютном осознании рисков, которое представляет для Европы милитаристская агрессивная Россия. Можем ли мы предположить, что такое осознание в том числе стирает и все те красные линии, о которых ранее говорили партнеры Украины в отношении помощи Украине? Я боюсь, что вот такие страны, как Германия, они и дальше будут бояться передоставлять определенные виды оружия, потому что там есть, увы, укоренившаяся стратегическая культура, если это вообще можно назвать стратегической культурой. Что касается вопроса войск на территории Украины, тут, мне кажется, не стоит надеяться на то, что западные войска будут принимать участие в самой войне. О чем можно говорить? Это о том, чтобы западные войска просто защищали интересы западных европейских стран на территории Украины. Это, скажем, защищать атомные электростанции, это защищать Киев, потому что там находятся посольства и дипломаты из стран всего мира. Или защищать транспорт, зерна, продовольствие, потому что это тоже в интересах европейских стран и, опять же, в общем-то, всего мира. Я думаю, вот об этом можно говорить. Там надеяться на то, что войска НАТО будут принимать прямое участие в войне, мне кажется, не приходится. А как, кстати, вы относитесь к позиции Соединенных Штатов Америки? Вот именно по этому же вопросу. Напомню, Вашингтон заявил о том, что не будет таких вариантов быть вообще не может, когда американские войска окажутся на территории Украины, но ничего не возражает против того, если другие страны НАТО такие действия все-таки произведут. То есть против идеи Макрона, в принципе, не возражают. Ну, в принципе, мне кажется, это природно. Это очень важная позиция, потому что все-таки Америка это не Европа. И как бы американским солдатам тут, ну, их как бы активность на территории Украины, она менее очевидная, чем для европейских стран, которые имеют, как я уже сказал, свои интересы на территории Украины. Ну, это будет, конечно, новый раздел, так сказать, ролей. Обычно так в международных операциях, что США высылают свои войска куда-то, и потом такую воспомогательную роль играют европейские страны. Ну, это были такие вот миссии в Азии, в Африке, скажем, и тоже в Югославии. Тут, видимо, сейчас возникает новая картинка того, что, может быть, в какой-то момент европейские страны решатся на то, чтобы высылать свои войска на территорию Украины. Опять же, это будет, скорее всего, не на фронт. И США будет, как бы, играть некую воспомогательную роль. Как именно это будет развиваться, пока, мне трудно сказать, но то, что об этом уже ведется разговор, это, конечно, хорошо. Сегодня в России завершились так называемые выборы Путина. Нарисовали диктатору победу, там 87% и больше рисуют. Как в Германии освещали то, что происходит, и говорили ли об этом, то, что происходит в России эти три дня, эти так называемые выборы со всем театром действий фейковых, которое там происходило. И как вы думаете, признают ли в Германии выборы и Путина как легитимного президента? Ну, тут как официальные лица Германии, так и гражданского общества, они, конечно, не признают демократичность этих выборов. И даже эксперты удивились, что Путину нарисовали такую большую цифру. Многие ожидали что-то вокруг 80%, а теперь это будет, видимо, ближе к 90%. Это уже напоминает как бы северокорейские такие, такую ситуацию. Ну, даже если не будет признаваться демократичность этих выборов, тем не менее Путин будет и дальше восприниматься как официальный представитель России. Я не думаю, что тут будет какая-то коренная изменение политики. Многие тоже в Германии, многие комментаторы считают, что даже если бы выборы были бы демократичными в России, тем не менее Путин бы выиграл эти выборы. Мне кажется, это спекуляция. Ну, я не думаю, что эти выборы вообще что-то меняют в западном отношении к России. Продолжая тему Кремля и возвращаясь к нашей вот этой теме отправки войск европейских стран в Украину, Кремль как раз отреагировал на вот такие заявления Макрона и на такие разговоры своей традиционной ядерной пугалкой о том, что, мол, ну, по сути, чем еще Кремлю угрожать Европе, способны ли вот такие запугивания снова, что называется, напомнить вот о том страхе, который овладел Европой вот во время начала полномасштабной войны и когда была боязнь активной помощи Украине, вот, либо это уже не работает так на европейских лидеров и уже все поняли, что это вот какой-то ядерный блеф. Увы, в некоторых странах или в некоторых слоях западной, особенно Европа, это до сих пор работает. Я это наблюдаю вот в Германии, где вот как раз вот эта ядерная угроза является главным аргументом для многих немцев, чтобы не предоставить Украине вот эти ракеты «Таурус». Там такая мысль, что если, скажем, Украина бы употребляла эти ракеты «Таурус» для изоляции Крыма, то это будет настолько раздражать Путина, что он тогда ударит по Германии. Примерно такие вот опасения есть и, увы, это вот в разных странах еще работает. Меньше, я думаю, в Центрально-Восточной Европе там более рационально на это смотрят, но такие страны, как Германия, я сейчас не беру сказать, какие реакции это вызывает во Франции, в Германии, это, увы, и работает. Вы, возможно, слышали вот про кремлевский премьер Орбан, назвал политику ЕС главной бедой в Венгрии и призвал, цитирую, оккупировать Брюссель. Вот в пятницу была его такая речь. Как руководство Евросоюза, в принципе, в Европе, в Западной Европе относится вот к таким агрессивным, уже агрессивным, по сути, заявлениям, пусть они были сделаны для своей аудитории, венгерской, внутренней, для, понятно, там, пропаганды и так далее, но, тем не менее, это слова, которых, как говорится, из песни не выкинешь, и особенно, когда такие слова говорят. Ну, это просто, люди удивляются, потому что задаются вопросом, почему тогда вообще Венгрия член Европейского Союза, если она настолько настроена против него, и мне стоило бы тогда в Венгрии выйти из этого Союза и, там, может быть, присоединиться к Евразийскому Союзу или еще к какому-то другому. Ну, я думаю, Орбан уже только воспринимается как в чем-то такая просто смешная даже фигура, которая вот высказывает там всякие странные вещи и тоже, конечно, в чем-то является таким рупором России внутри Европейского Союза. И вот, ну, это такой вот настораживающий просто пример, что может случиться, когда вот неправильный правитель возникает. В чем-то это тоже напоминает то, что произошло с Великобританией и тем, как она вышла все-таки потом из Европейского Союза. Но Великобритания, она всегда имела как бы свою там роль в Европе. Она тоже самостоятельная страна, ей не нужен Европейский Союз для того, чтобы функционировать как экономика. А Венгрия, она, в общем-то, очень тесно интегрирована в европейскую экономику, она получает большие субсидии из европейского бюджета. Поэтому эти высказывания, конечно, странные со стороны Орбана. Спасибо вам большое. Андреас Умланд, немецкий политолог, был с нами. Мы обсуждали перспективы идеи Мануэля Макрона о том, как, возможно, не исключено использование войск западных стран, Западной Европы в Украине, о том, какие перспективы, что эта идея будет поддержана другими странами Европы. Ну и немного поговорили о последнем изречении Виктора Орбана. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.